Вопросы будут творческие, менее, что называется, может быть, фундаментальнее, чем мы сейчас беседовали накануне, более, как бы, на понимание сознательного и подсознательного, бессознательного элемента, формирующегося в настоящее время процесса. Русь, что для вас, творческого человека, означает, может быть, с точки зрения духа, скрытого смысла или некой реальности, которая, как кто-то считает, может быть, из недоброжелателей данного понимания, да, действительности, уже ушла, осталась в глубине веков, но она жива, воспринимает, затрагивает архетипы. Ну, что для вас в настоящее время вот данное слово значит, может быть, на уровне, если угодно, души. Самое главное, хочу сказать, что сейчас очень серьезный этап, брошены все силы на ликвидацию личности, независимо, Русь, еще что-то какое-то. Все мы переходим в стадию страшнейшую, когда человека переходит в виртуальную реальность. Это страшная сила, и вот наша задача, даже не задача, а внутренний смысл, чтобы каждый человек понял место в окружающей среде, вот, и самое более входящее в душу, входящее в понятие формирования стержня человека, это чтобы он сам это почувствовал без силы, без павли. Это всегда будет на родовом осознании произвлекать его идеи жизненной позиции. И здесь вот отвечая молча, меньше разговоров, больше дела, создание композиции картины. Вот, а Русь представлена Север, Северная Русь, Сибирская Русь, Южная Русь. То есть, это все силы, я не буду спорить с историком, потому что регулярно периодические исторические моменты искажают, и не надо спорить. Человек смотрит, вот, пожалуйста, русский воин, это оружие, все находится у него в постоянной действии работы, но когда на него нападает, у нас есть хорошее извлечение, он становится защитником. Вот они, просторы, Россия, Руси, все это прочее. Сибирская Русь, это точно так же наш потенциал, все это прочее. Южная, и посмотрите на глаза, тоска, дайте нам жить по-человечески, нормально, в состоянии без всяких стрессов, без всяких катаклизмов, которые покоят. Вот Южная, символ, с нами все, сокол, защитник. Глаза, ребята, мы можем себя защитить, но дайте нам спокойно жить. И четвертая картина «Запад», вся коррупционная составляющая, воюя, дестабилизацию, провокация, погромы, предательство. Вот она убегает на Запад, вот там картина четвертая, и лучше на ней посмотреть, можете в интернете потом посмотреть «Западня». И вот художник показывает в серии разных картин, показывает «иди и смотри, чувствуй в меру своего развития, можешь в интернете, можешь через друзей, получая информацию, ту, которую тебе заложили родители, образовательный процесс, который тоже очень тяжело воздействует. И самое главное, жить по духовным понятиям. Я сын Божий, то есть я расту, и в своей кармической позиции, в своей кармической позиции я вырастаю учителем, Богом для своего направления, для своего поколения. Теперь, если можно предельно емко, как было ограничено и наглядно, как для вас относятся Русь и славянство? А это единая задача воспитания общности. Что есть лад в вашем понимании? Когда ты живешь в согласии с самим собой, в согласии с обществом, в согласии с семьей, в согласии с детьми, в согласии с соседями, в лад он и есть лад, ладить. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.